Атаваихсан представляет Пожилым не войти в рай В каждом слове пророка была особая ценность. Он никогда не утомлял людей своими беседами. Однажды к нему пришла старая женщина с просьбой «О, пророк Аллаха!» – обратилась она к Мухаммаду, «Мир ему и благословение Аллаха!» «Можешь ли ты помолиться Аллаху, чтобы я попала в рай?» «Пожилым женщинам вход в рай запрещен», – ответил улыбаясь пророк. Женщина не ожидала такого ответа. Более того, она очень огорчилась. Чтобы не дать ей что-то возразить, пророк встал и удалился в свои покои, а женщина, поняв, что путь в рай ей закрыт, стала плакать. «Вступайте и сообщите ей», – сказал пророк своим приближенным, «что потому пожилым закрыт вход в рай, что в рай пожилые вступают, помолодевшими». Когда эти слова передали женщине, она успокоилась. Щеки ее порозовели, настроение приподнялось, и она поблагодарила Аллаха. С того самого дня женщина стала молиться чаще, и веры в ней прибавилось. Состязание пророка и его жены Пророк очень нежно обращался с женщинами. Он защищал их, как цветы, никогда не обижал их. Он был примерным отцом, примерным семьянином. После Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, любимой женой пророка стала Айша. Женщина она была умной, сообразительной. Однажды они вместе отправились в долгий путь. Они шли по равнине, когда пророк вдруг предложил Айше посоревноваться с ним в беге. И стали они бегать на перегонки. Айша была молода и резва, и в этом состязании она победила. Пророк же с любовью смотрел на любимую жену. С тех пор прошло много времени. И вот как-то они снова отправились в долгий путь. И на этот раз пророк вновь предложил Айше посоревноваться с ним в беге. Айша приняла предложение пророка, но с того раза она немного прибавила в весе. Они побежали на перегонки, и на этот раз победителем оказался пророк. Улыбаясь, он положил руку на плечо жены и сказал ей, «Не огорчайся, Айша, мы квиты». Молитва, которая сохраняет от всякого зла. В светлом городе Мадина царила атмосфера счастья. Искатели счастья и беднота бежали к пророку за помощью. Пророк придавал особую значимость молитвам. Во всех своих начинаниях он молился и просил помощи у Аллаха. Он молился, когда вставал, совершал прогулки, собирался спать. Тем, кто приходил к нему, он тоже советовал. Когда вы собираетесь заснуть, прочтите молитву, «О Аллах, я нахожу убежище в тебе от всех напастей на земле». Если произнести эту молитву, то никакая напасть не погубит вас. Один из сподвижников, не расслышав молитвы, переспросил пророка, «Что надо говорить перед сном?» Тогда другой сподвижник медленно произнес, «О Аллах, я ложусь спать с твоим именем, прости мне грехи». «Прекрасно!» «Сказал пророк, да простит тебя Аллах». Эти наставления пророка стали распространяться среди народа. Дети тоже приучались к молитвам. «Заснул я на правом бочку, повернулся на левый. Дай мне веру и Коран, о великий Аллах! Буду я твоим рабом! Да будет приветствие пророку, да сохранит нас Аллах!» Кто лжет, тот не с нами. В Медине уже царила справедливость, которую принес ислам. Настал конец бесправным действиям и поступкам. Пророк часто выходил на улицу, шел на рынок, чтобы понаблюдать за жизнью в Медине. В один прекрасный день пророк шел по рынку и подошел к лавке бакалейщика. Бакалейщик сложил друг на друга мешки с пшеницей, кукурузой, рисом. Пророк положил руку на один из мешков. Пшеница была влажной. «Что это такое?» – спросил пророк. «Так это дождь намочил немного», – ответил бакалейщик. «Не понравилось это посланнику Аллаха. То, что бакалейщик поставил мешок с сухой пшеницей на мешок с влажной пшеницей, уже само по себе считалось дурным поступком. «Тогда почему не выставил ты мешок с влажной пшеницей наверх?» – спросил пророк. «Стыдно стало лавочнику». Он пожалел о содеянном. «Кто лжет, тот не из нас», – сказал пророк и покинул лавку бакалейщика. Путь в рай Однажды пророк спросил у своих сподвижников. «Кто из вас держит сегодня пост?» «Я», – ответил Абу-Бакар. «Я соблюдаю пост о посланнике Аллаха. Кто сегодня участвовал в траурной процессии и провожал покойного в последний путь?» Задал еще один вопрос пророк. «Я участвовал», – ответил Абу-Бакар. «Ну а кто из вас сегодня накормил голодного?» Задал еще один вопрос пророк. «Я накормил», – вновь ответил Абу-Бакар. «Кто сегодня навестил больного?» Задал еще один вопрос пророк. «Я навестил опосла Николлаха», – отозвался Абу-Бакар. Тогда пророк подытожил. «Если в человеке эти качества соединятся, он обязательно попадет в рай». Отказ от привилегий Зенится око Вселенной, пророк как-то вышел в путь со своими сподвижниками. Они проголодались, и пророк попросил сподвижников приготовить обед. Те разделили между собой обязанности по приготовлению пищи. Прежде всего, надо было зарезать овцу, и это вызвался сделать один. Другой сказал, что разделает мясо, третий, что его сварит. Пророк был рад, видя, как быстро договорились сподвижники между собой о порядке приготовления пищи. «Ну тогда я возьмусь за дрова», – сказал пророк. Сподвижники не согласились с этим. «О, пророк Аллаха, мы все сделаем сами, не удруждай себя. Я верю, что вы и без меня справитесь. Но зачем ставить меня в привилегированное положение? Всевышнему не понравится видеть одного из своих друзей в таком положении». Сподвижники в который раз убедились в простоте и справедливости пророка. Все они поднялись и принялись за работу. Родители Пророк всегда говорил, что уважение к отцу и матери стоит превыше всего. Дети обязаны служить своим родителям, радовать их. «Рай находится под ногами матери», – говорил пророк. Как-то раз пришел к пророку гость из Йемена. Он приветствовал Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, «О, посланник Аллаха, я хочу быть рядом с тобой, бороться против врага, чтобы заслужить вознаграждение от Всевышнего». Пророк встретил его радушно и спросил, «Кто у тебя остался в Йемене?» «Мать и отец», – ответил гость из Йемена. «А не дали тебе разрешение явиться сюда?» – спросил пророк. «Нет», – ответил Йеменес, – «даже плакали, когда я уезжал». «Не теряй времени», – сказал пророк, – «ъезжай быстро к ним, заботьте о них, не давай им плакать, пусть они смеются и радуются». Вот в чем заключается вознаграждение от Аллаха. Этот человек понял, что прежде всего надо заботиться о родителях, и в этом заключается главное вознаграждение Аллаха. Он вернулся в Йемен. Теперь он твердо знал, что будет оберегать родителей и делать все для удовлетворения их нужд и потребностей. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.